Теперь играют только от оружия, от стола. То есть полностью у нас пиротвар ушел в как раз таки мид стадию. Ну и Purple возвращение легендарного игрока. Purple так громко заявила себе, пожалуй, наверное, его самое крутое попадание в такую десятку смета. Это зима 2015-2016 года, когда на серии Dreamhack'ов и также серии турниров от Blizzard Purple просто разрывал все на своем Maligas Lock'e. Если помнишь, была у него такая колода, он там на Maligas Lock'e разрывал все, что движется, он его как раз популяризировал. Не помнишь? Я помню. Вот там Purple прошел с какой-то нереальной статой из стиля там 14.1 на Dreamhack'е или там 14.2. Это прям была серия турниров, он Dreamhack забрал, и потом True Silver and Somnia Championship был еще такой турнир в свое время британский, и он там тоже разрывал. Смотрим дальше. Продолжается у нас третий тур. Вот смотрим, да, вот думал, что здесь ставить. Возможно, так как наличие три тройки в руке, два защитника холмов оружия, может быть, стоило, обдумывал, может быть, стоило кинуть именно таун, но в итоге решил, что гидролок тоже неплох. Можно пока и повременить стратой монетки, которая может этот темп. Вроде как уступает по старту Purple, но у Айка нету продолжения. Если он ничего не топдекнет, а он не топдекает, и просто обилка для Амурладина – это слишком медленно, то может перехватить инициативу. Purple все-таки монетку сохранил, и в какой-то момент может сильно выставиться, и выгодно зачистить стол. Проблема в том, что Purple стартовал с монетой. В принципе, Мурлок Пал, который стартует с монеты, он всегда позади. Это темпом матчап, и тут однозначно без монеты стартовать намного и намного приятнее. Ты первый давишь, соответственно, твоему оппоненту приходится отбиваться. Ход под номером три. И очень слабая рука для Purple, и кажется, что вариаций много, но чтобы ты не походил, это будет слабый ход. Мне не нравятся два защитника холмов в колодах. Уже много раз это обсуждали с тобой, и вне комментирования. Медленно. Да, очень медленно. Ты не успеваешь это все разыграть, и это не наносящий урон карты. Можно максимум добавлять одного защитника холмов, но два явно перебор. Именно так. Продолжение. Забираем мы защитницу, и похоже, что ее сейчас поставим. Да, именно так. Нужен топдек какого-то из существ, которые можно поставить, и это вот, да, озерный. Озерный не самое плохое существо. Вопрос, что по разменам. Забираем черепаху. По разменам не все так радужно. Приходится забирать защитника холмов. И нужно сбивать бабу. Да, обязательно, обязательно. Иначе какая-нибудь печать слишком выгодно даст на размены. И что мы видим дальше? Что можно сыграть? Ну, 2-1 пошел в 3-2. Пушкой забрали озерного охотника. 1-1 в 1-1. И Мурлок появляется на столе. Да, Мурквизитор на столе 1-3. Теперь преимущество Перпла. Повезло, что не было сильного темпового хода на третий ход. На четвертом ходу был озерный, но он уже не совсем по мане, а билка тоже слабенькая была. Согласен с тобой. Кстати, хороший ход в ману. В идеальном варианте найти плюс 3 к атаке, чтобы забирать до 6-го хода стол. Нет, в идеале, наверное, даже был бы яд. Так бы ты не отдавал оружие. Ну да, да, понятное дело. Яд в идеальном варианте, согласен тут с тобой. Ну там плюс 1-1, яд подходил плюс 3 к атаке. Все, больше ничего не подходило. Шестой ход. Максимум, что ты можешь сыграть, это Тарим. Очень слабый ход на одно существо в виде мегазавра. И не хочется Тарима кидать. Слушай, ну а что делать? Ставить трех существ просто. Защитницу, полководца, обилку. Ну, возможно, это и лучше. То есть ты таким образом блокируешь Тарима оппоненту. Не делаешь сильного Тарима, в крайнем случае, для себя. На следующий ход, а также, вероятнее всего, оставляешь существо под гребнистого скакуна. Да. Ну и вот маленький таунт 1-1, который очень портит тебе настроение. Видимо, что выиграл нас Purple Underplay Trollers. В первой игре также Куан это унес. Забирает тоже Тарима. 2-3, ползунгаллака появляется на игровой доске. А вот Тарим ли здесь был лучший? Может быть, все-таки защитницу? У тебя есть хорошее продолжение в виде кобылы. Забирать-то нужно будет хотя бы бабл, потратить на него нужно будет свое время. Так был бы и сильнее СОЛ сейчас, и была более выгодная игра через кобылу. Да, а Икуна, кстати, тем временем выбил двоих людей с нечитаемыми никами. Это уже достойно. Ну и теперь... Теперь как мы будем действовать? Я за гребнистого скакуна. Хотя гребнистого скакуна варлидера тоже плохо. Слушай, из-за гребнистого скакуна просто на защитницу сыграть? Я тоже согласен, что у нас есть два удара. И забрать этого защитника холмов. Да, конечно. Ничего страшного, если будет этот полководец ранен. У нас тут есть теперь хороший ход с кобылой. Ну так нормально. 6-7 таун, ты его оставляешь с тремя хп. Если ты набрасываешь на мегазавра, у тебя будет 9-7. И он остается с четырьмя единицами здоровья. То есть, по идее, для размена в ответ лучше мегазавр. Для темпа своего стало лучше на краба. Вот любопытно, куда первый плод даст. Но на краба тебе до варлидера выменяет. Поэтому на мегазавра выбирает Айк. А нет, на краба. На краба как-то так анимация нас перехитрила. Ну по анимации согласитесь, было такое ощущение, как будто на мегазавра кидает. Ну в ответ Тарим плюс способность героя. Ну однозначный ход вот. Да, тут на Айка. Здесь очень понятный ход. Но играть Тириона нельзя. Играть и мегазавра нет смысла. Ну то есть, была бы, например, обилка в виде мурлока, если бы на столе уже был муркрезитор. Хотя бы. Можно лучше подумать. Тут еще вариант все-таки с Тирионом. Забрать краба, поставить Тириона. Ну куда Тирион? Ну что он тебе дает? Да, то есть ты в ответ получаешь, не знаю, там, обилка Тарим. Мне точно не нравится Тирион. Обилка Тарим очень вероятен, так как было две раскопки. Одну только показал. Есть еще родной Тарим. Отдаем провокацию в виде стига Дона и 3-3 варлидером идем в лицо. Вот еще Тарим. Больше Таримов, богу Таримов. Но Тарим ли здесь будет? Наверное, нет. Какие есть варианты лучше? Можно сыграть через Трусильвер. Мы тогда забираем Тарима через любое существо и удар серебряным клинком и добавляем к этому что? А вот стоило ли играть своего Тарима здесь? Или стоило Тарима с раскопки? Ну, вообще, наверное, правильнее было сыграть Тарима с родного, для того, чтобы оставить оппонента в неведении, что это за карта у тебя осталось. То есть это может быть Тирион, может быть Тарим. То есть был шанс, что он перестанет отыгрывать от Таримов. А так сохраняется. Ой, слушай, вообще есть классный ход. Вот 3-7 снимаем Бабл, потом играем еще раз своего Тарима. И прям вообще беда для Перпла. Играем Тарима и только потом полководца и Мурчадином забираем рекрута, не потеряв Мурчадина. Абсолютно. С тобой согласен целиком, полностью. Походу Мегазавр. Видимо, Мегазавра хочет кинуть сейчас на трех Мурлоков. А ты веришь, что это сильнее ход? Почему не сделать то же самое, но... С полководцем. Да, но с полководцем и оставить Мурчадина на Старе с одной единицей здоровья. Может, Перпл просто не заметил этот размен. Помани ведь хватало? Да, хватало. Не только помани хватало, было очень выгодно против любых карт, которые поставят. Это Мегазавры, Драконы, это Кобыла на обилку. Да, согласен с тобой на все 100. Вот и мне тоже такой вариант больше нравился, но окей. Хозяин, барин, как говорится. Поехали. Гидролог. А можно тут как-то аккуратнее сыграть? Ну, наверное, гидролог Мегазавр Трусильвер. Больно, да, безусловно. А если полководец, гидролог, оружие и забрать с помощью Мурчадина оружие два существа? Тебе остается... Но ты умираешь от... Смотри, мы ставим... От Кобылы второе. Гидролог, полководец, Мурчадин пошел в размен с Рекрутом. Даже не так. Даже Мурчадин пошел в размен с Кобылой. Трусильвер забрал Рекрута. Мы нанесли себе пять урона. У нас двенадцать. На стреле остался Краб. И... И мы еще и блокируем через Ложись. Что может вообще обнаглеть и забрать Краба? Обнаглеть. Надо наглеть здесь. По-любому Краба. Да. А ты иначе не выиграешь просто. Да. Да, вариантов просто нет победить. Да, я согласен тут с Пёрклом. Так, теперь десять Кристаллов Маны для Айка. Слушай, интересное противостояние у нас получается. Вот вроде бы зеркало Мурлок Палов, но такая жаркая игра. Интересные размены. Хорошая партия. Чем проверять? Я бы проверял лицо. По существа Мобилка Дракон. Плюс добавляем Секрет. Все слабо, но, наверное, да. Наверное, Noble Sacrifice, Блокер выглядит получше остальных. А зачем он хочет Мегазавра? Не знаю. Мне тоже нравится Дракон, Мобилка и... Дракон способность Секрет. Отыгрывает от всего. Отыгрывает от всего. Вдруг это... Вдруг это искупление или побег на коду. Забираем варлидера. Играем способность героя. Прожимаем свою способность героя. Вызываем рекрута и... Ставим у нас Дракона на стол. С таким столом уже очень тяжело будет тягаться. Ой, еще и классный пробав для тебя. Отличный пробав. Что-то даст? Три приоритетные цели. Куратора что-то тебе это дает? Ну, формально тебе эта защита отлетала. От оппонента. Но вопрос тогда, как выигрывать. Начали проверять, что это за секрет. Бьет в рекрута. Двенадцатин здоровья. И... Если забрать кобылу и забрать гидролога... У тебя останется... Один офф. Мне кажется, здесь только куратор. Нужно пережить урон от оружия. И дальше надеяться на то, что ты сможешь как-то... вернуться на стол. Единичку бы... Это не единичка. Надо кидать... Мурлока. А если рекрута забирать? Вот-вот. И я тоже об этом смотрю. Потому что нет иначе хороших разменов для Перкла. 4-3 ушел в рекрута. И 2-2 ушел в 5-2. 5-2 Мурлока, да. Теперь в любом случае куратор принимает 2 удара. Ой, Смотритель в ответ для Айка. Ну и по ресурсам вновь паритет. Не самое сильное 2 существа. 100% Айк рассчитывал тут увидеть. Мурк Визитра для того, чтобы сразу призвать Мурчедина. Идем в размены. Я бы в лицо уже шел. Я бы топил. Надо топить в лицо. Галак? Галаку я бы тоже кинул. Побольше. Или Озерный. Озерный, кстати, так же самое, как сыграл сейчас Перпл. Кинул Озерного под Мегазавра. Алдор. Интересная карта в колоде Перпла. Далеко не все Мурлок Паладины сейчас играют Миротворца Алдора. Я даже удивленно думал, никто не взял его. Так, Мегазавр. Нужна хорошая адаптация. Это яд, похоже. Яд, это хорошая адаптация. Но тебя это не защищает от Летала. Но есть Алдор. Алдор. Вот он и красиво заиграл. И надо забирать дракона. А да, правильно, правильно. Миротворец идет в кобылу, так как дракон продолжает бафать существа. Согласен. Три урона на столе. Даже если Мегазавра притащит адаптацию на атаку. Тебя это не спасет. Замечательно. Защитник трущоб набрасывает. Аккуратненько забирает таким образом Мурлока. Ядами Перл проигрывает. Сиддот Перплый. Он проигрывает. Зеркало. Ну все, как бы, несмотря на то, что партия была сложная, вариативная, но все логично. Айк стартовал без монеты. Перпл стартовал с монетой. Обычно тот, кто у нас начинает открываться. У него преимущество, да. Первый пробафает. Мурлока первого размина. И это было видно ярко по хп. Перпл отбивался. То есть когда Мурлок пал или любой игрок начинает играть на деф, обычно она проигрывает. Так и произошло. Не получилось передавить. Хотя в какой-то момент у него почти получилось. То есть в какой-то момент с помощью Таримов он имел на столе больше, существует больше сетов, чем Мурлок, Паладин, Айка. Ответный топ-дек смотрители для Айка. Там по топ-деку смотрители, когда ребята обменялись, все прям очень круто зашло для Айка. И в итоге он выиграл эту партию. Что остается? Для Перпла остается у нас, вот мы видим, Жрец, Варлок и Паладин. Для Айка, Пират, Воин и Жрец. Давай пока у нас есть две минуты, подумаем по распику. Если бы лучше, лучше оставь, если можно, дядь Паш, оставь нам. Вар, Прист. Что у нас по колодам? Прист нормально сыграет Зеркало, нормально сыграет с Локом, нормально сыграет с Паладином. Ну, то есть с Паладин, наверное, хуже всего. Вару тут туго вообще придется, но если Варом кого-то и выбивать, то я бы предпочел выбивать, наверное, Жреца даже скорее. Да, Прист, наверное, самый уедет, так как у него может не зайти ответы на твои существа, на ту же Гидру. Слушай, я в любом случае думаю, ну вот если бы я был на месте Айка, я бы сейчас брал Жреца и оставлял Вара напоследок. Да. Жрец имеет хороший винрейт. Если ты выиграешь сразу, даже если со второй попытки, у тебя есть несколько прав на ошибку, да, скажем так. Право на проигрыш. У тебя еще есть шанс несколько раз попробовать хоть одну из всех трех относительно неудобных матчапов выиграть. Давай теперь со стороны Перпла. Пал, Варлок и Прист. Варлок неплохо сыграет с Варом. И вот такой тяжелый хендлок, он может одолеть Приста. Мы это уже сегодня видели. Тяжелые великаны вылетают и просто разносят лицо. По Паладину. Паладин неплохо сыграет с Варом и неплохо сыграет с Пристом. Я думаю, что Перпл останется на Паладине. Вот мне как-то он пока больше всего нравится. Ну вот мне кажется, все-таки он Жреца возьмет. А мне не нравится Жрец. Ну то есть смотри, ты Жрецом можешь объективно влететь на Вара. То есть если вдруг твой оппонент пойдет как-то в Мейнгеймс, пытается подловить его Жреца, сейчас взлет Паладина. Не знаю, я бы так не рисковал. Я бы забирал стабильно Пала, потом Лока и потом Жреца оставлял напоследок. Я просто исходил из того, что здесь победа над Варом или победа в Зеркалке Пристом и может решить. Может решить все для Перпла в этом противостоянии. А теперь наоборот. Если ты берешь Жреца и пролетаешь в Мироре, после первого проигрыша у тебя нет права проиграть в Мироре. Ну смотри, если я беру Паладина и выигрываю против Жреца, то дальше можно попытаться отжать партию на Локи. Вот не знаю, я бы все-таки Пала брал с стороны Перплой. Если бы на месте Перплой, я бы видел, что Айк вероятнее все возьмет Приста, так как у него стабильный против всех его классов, но не очень стабильный у него Вар против всех оставшихся классов Перпла. И поэтому я бы исходил из того, что нужно брать все же Приста. Да, но посмотрим, он взял. Изи. Ну, Пал Прист. Вот они, это не мази. Они не прочитали друг друга. Они просто взяли, как им выгоднее всего. То есть не сделали ход, скажем так, не сыграли один ход вперед. Так, по руке у Айка. Кстати, интересный мульдан. Казакуса стоит точно. Мы даже не рассматриваем вариант его сбросить. Вот интересно по остальным картам. Ты бы убирал ДК? Да. Против Мурлок Пала. Точно. А слово тьмы ужас? Слово тьмы ужас? Ну, с наречием Казакуса, наверное, мы тоже убрали. Ну, вот и я с тобой согласен. Вот я бы оставил только Казакуса. Да. Вот слово тьмы ужас против Пала, оно работает далеко не всегда круто. Один варлидер, и все, и твои карты уже не работают. Согласен. Поэтому рассчитывая на то, что ты сыграешь Казакуса, а потом как-то будешь защищать, или наоборот, я бы не рассчитывал на такое явно. Хоть какой-то пробаф, или Мегазавр, или Полководец к этому ходу уже будет сыгран. Ну, посмотрим. Собиратель Сокровищ появляется на игровой доске, он легко, он разменяется. И, кстати, вот не убрал с Мулигана, и сейчас может и сыграть хорошо. Ведь нету Полководца. Да, Полководца нет, и по факту Айкос оказался прав. Раскопка одного из трех секретов. Это око за око. Это покаяние, которые мы и забираем. Будем опережать следующий ход оппонента. Вероятнее всего мы хотим... Что мы хотим опередить больше всего? Жреца-обжору. Жреца-обжору, да, согласен. Вестника-рока возможного. А это сборка как раз с старым слезняком. Он вообще популярен в Америке. Я, в принципе, довольно часто из-за того, что сейчас поменял режим, очень часто смотрю американских стримеров, потому что они ночью в основном стримят. И я замечаю, что в принципе в американском ладере обычный слезнюк встречается реально чаще, чем кислотная слизь за три. Вот я не знаю почему, но массово его играют. Его, кстати, даже в агродруида запихивают. Ну, в агродруида понятно, что такой слезнюк, а не слезнюк новый, Сунгора. Так, в принципе, в агродруида слизня пихать это очень странная затея. Сейчас очень много двоечек хороших, особенно с последним дополнением, когда появился. Да, провокации хорошие. Да, сильные провокации, защищающие того же птенца. Симар-Мура, призыв двух существ, призыв демона. Интересный выбор. Ну, пожалуй, призыв двух существ, что даст тебе еще дополнительное. Нет, все-таки демон. Хордер. Вот и мне второй лут Хордер как-то импонировал в данной ситуации. Гребнистый Скакун классно заиграет на следующий ход. Сейчас мы сыграем Галака. Я думаю, что секрет. Размен Мурчидином. Я бы оставлял Баббл. Очень ценный ресурс. Оставляет. Ну, потому что ты иначе можешь удариться, попасть под ОЕ зачистку из Казакуса, если я нашел Айк, и будет печаль. Беда. Так, Гномишин Вентор. Идет прокрутка. Максимальная. Ну, вот стол начал терять, и забрать его уже будет проблематично. Два Слизнюка. Два Слизнюка. Вот этого я, кстати, не помню. Два Слизнюка от Айка. А ну-ка. Так сильно верил в Фейсваров. Что, посмотрим подробнее на этого Жреца. Да, есть и кислотная слизь, и обычный Слизень. И причем есть даже Жрец Когтя из Кабала за три, которого мы с тобой обсуждали, и которого сейчас почти никто не играет. Помимо этого есть Элиза. Кстати, Жрец Когтя из Кабала. Я тоже подумал об этом, просто не озвучил. Ты был так уверен, не ответил в прошлый раз, что их нет. Когда я увидел Слизнюка за две маны, обычно они в паре работают, так как таким образом у Приста появляется большее количество двоечек, которые могут пережить старт, и будет кого пробафать в темп. Он вообще играет через три тройки. То есть вот обычно Жрец Когтя из Кабала его как раз таки варьируют вместе на пару с Сверхкорнем. То есть играет или то, или то. А вот тут есть и то, и то. То есть у Айка такой, знаешь, максимально антиагроприст. И вот как раз таки этот антиагроприст Айка круто бы смотрелся против пиротвоинов. И обычно мы это и видим, когда игрок, который сам заявил пиротвоина, делает карты против пиротвоина, потому что если ты колоду заявляешь, ты в ней уверен. Соответственно, ты хочешь, чтобы остальные твои колоды хорошо работали, но против колод, в которых ты уверен, что логично. Логично. Идем в лицо, оставляем 9 единиц здоровья, ну и теперь лира. Такой all-in решил не трогать лиру, решил, что есть шанс, наверное, только здесь и сейчас проатаковать, нанести летал заход. Следующий. Ну вот здесь зелье безумия. Ой, зелье безумия. Зелье драконьего огня. Да, и Тирион в ответ. Последний шанс. Ну почти последний. Еще можно одного Тириона раскопать. Приходит Декандуин. Гномозелье, Слово, Тьмы, Боль и Слизень. И на этом, я думаю, что Purple улетит. 2-0. И у Айка три попытки на пиротваре. А зачем? Здесь же себе оружие. Вообще жесть, да. Я как-то не заметил. На Purple так похлопал. Не заметил зелье безумия. Ну и да, это старая добрая комбинация. Помню еще, значит, совсем бородатая комбинация с рекомбинаторами. Помнишь, у Миншайстера рекомбинаторами? Комбинатор, да. Было бодро. Ну и все. Испепелитель у самого Айка. И на этом, я думаю, что игра для Purple закончилась. Здесь, наверное, будет эликсир уже Казакуса. Хорошо. Можно будет зачистить с помощью гнома, скрыв Bubble и сыграв после этого зелье. Но решат пока что сыграть Shadow Vision. Есть свободная мана. Ну, плеть это хоть какой-то отхил. И, наверное, все-таки плеть. А кого ты рассчитываешь? Ну, опасность есть еще в Кобыле. Да, есть такое дело. Вот, может быть, даже стоило отыгрывать от Кобыла. Ну, мы и так забираем весь стол. Хотя, с другой стороны, есть же Талнос. Есть Талнос, который даст очень много отхила. И можно даже проигнорировать Кобылу. Слишком много отхила можно получить благодаря комбинации Талнос плюс 5. И очень слабый, так же, и это консит. Пайка. Три попытки на пиротваре. Purple должен играть под таймбрейки. Соответственно, должен сейчас забирать самую выгодную колону. Priest, War, Pal. Кого? Точнее, Priest, Warlock, Pal. Кого? Priest, Warlock, Pal. И я бы Warlock взял. Но там Warlock Handlock. Если без Слизняка, то не стоит. Есть вначале одна Мекстурщица. Есть у нас 2 Ползуна Галака, 2 Вестника Рока. Есть Кислотный Слизень, Темная Стрела, 2 Смольных Стража. Да, забираем Warlock, я согласен. Берем Warlock. Когда он перечислил все, что его убивает. Да, тут, конечно, очень жесткая сборка. Слушай, 2 Ползуна Галака, опять же, это очень похоже на идею Чехов, которые тоже положили 2 Ползуна, я помню. У них было 2 Ползуна, 2 Смольных Стража. Да. Но там не было ни одного адского пламени. Тут есть 2 адских пламени. Еще сильнее решил. Но это больше, наверное, для контр-шаманов. Ну, то есть, эта колода, в принципе, вот этот лог, помимо ярко выраженной поздней стадии игры в виде великанов, в виде драконов, тут есть очень крутая Ирлигра. Я уже, собственно, озвучил. То есть, это колода, которая, по сути, пытается усидеть на всех стульях. И в лейте, и в мидгейме, и в Ирлигейме. Но все мы знаем, что у таких колод из-за того, что ты пытаешься напихать кучу всего, есть очень большой шанс неизохода. Да, это главная проблема. То есть, когда ты в лейте начинаешь топдекать ранние карты, в ранней игре начинаешь топдекать великанов и так далее. Ну, поэтому посмотрим. Ну, посмотрим. Интересно будет посмотреть. Но мне все-таки кажется, что будет Варлок. Согласен с тобой. Столько всего напихал против варов. Пусть будет Варлок. Ну, странно. Ну, и по сегодняшним играм тоже было видно, что рука у Айка не очень. А тут тебе еще и Галака. Галака не смотри. Мулиганил защитницу. Решил не оставлять. Интересное решение. Сыграл бы ты здесь? Нет. Не сыграл бы. Нет, потому что рука очень слабенькая дальше. Почему я подумал о варианте этого хода? Была бы там монета, сыграл бы. Чтобы не дать сыграть монеты сектантка. Учитывая, что там нет монеты, не играл бы. Я задумался в этом ходе, так как там глазастик в руке. Подумал, что если глазастик, то рука уже определенно слабенькая. И можно таким образом одним Галакой сразу же захватить стол и держать его до четвертого хода. Плюс, ну, что мне нравится для Перпла, продолжения нет. Да, вот то, что останавливает, это продолжение, отсутствие его. Ну и, кстати, смотри, один Капитан Южных Морей и Перпл уже позади. То есть он уже, в принципе, позади. Но с Капитаном прям вообще будет боль. Это кто? Это Берсерк. Ну, Берсерка пока не забрать. Но можно ударить и уже есть возможность выгодного размена. И вот тут Трусильвер хорошо заходит. Да, вот как раз Трусильвер против Перотваров потрясающая карта. Ну и похоже, что Айк все-таки первую оплеуху по своему Перотвару получит. Ну, не будем забегать заранее, как бы, вперед, но... Да, Сильвер пока продолжение у Перпланеты. Ну, Героя Экстрайк это вообще боль. Да нужно давать Героя Экстрайк. Мне не нравится отход. Ну, я согласен. Остаешься вообще без стола. Ну, я не вижу смысла сохранять Глазастикой это оружие, а ты все равно... Это проба в дальнейшем. Возможный. У тебя же оружие. Ну, так окей. Ну, то есть ты играешь на 5-е оружие, Глазастик у тебя остается на старе, что лишний раз выманет удар от оппонента. Это только в том случае, если бы он сыграл одно существо. Ну, тоже согласен, да, тоже согласен. Ну, тогда уж нужно идти в лицо. Надеяться на летал в два хода. Но сейчас ты вносишь 5. Следующий удар жнецом еще 10. То есть 11 хп и 8 у тебя в руках. То есть ты можешь снести 18 в два хода. Никак не летаешь, поэтому контролим стол. Да, и сейчас боль. Мортал страйков нету. И уже нельзя подогнать его под каких-нибудь 4-6 нездоровья и надеяться на то, что топдекнешь. Рано или поздно топдекнешь этот страйк и выиграешь игру. Тут приходится уже играть от стола. Да, абсолютно правильная обилка от Пёрпла. Иначе сейчас бы просто вылетел от Айка Каркрон. Каркрон бы ударил в 2-3 озерного. Лицом мы забрали Волнамута и оставили без стола паладина. Ну, я думаю, что пока не консид, конечно, но когда мы увидим грибнистого скакуна, тогда можно консидать смело. Да, так как грибнистый скакун уже произойдет какой-то размен выгодный. И даже если придет разрушитель чар, уже будет слишком поздно. Ну и вот он яркий пример того, почему пиротваров по сравнению с первым китайским чемпионатом, где их было более 60%, осталось всего 41% в заявках от игроков. Дело в том, что колода все чаще страдает от банальных крабов, от банальных ползнов галака, которые сейчас... Возвращаться начали. Очень многие, да. Я думаю, что в ближайшее время станут популярны в тех же даже розакус, пристов или других колодах. Краб, который поедает мурлоков, они тоже вернутся. Хотя, наверное, не успеют из-за, возможно, ухода с тир-1 в голодные крабы. Ну да, то есть там варлидер очень сильно ударит по мурлок колоннам. Возможно, будут как-то пытаться спасаться с помощью мурлока бафающего здоровья, вайширского провидца. Уже же играли, но это минус темп. Однозначно. 9 хп у самого воина, и Жнец не дает шансов на победу. Айк отдает первую партию на пиротвойне. Посмотрим, сумеет ли Перпл забрать. Веришь в три игры, в три победы над пиротваром? Раньше бы, еще несколько месяцев назад, сказал бы, никогда не поверю. А сейчас с помощью новых колод я верю в то, что пиротвар может спокойненько проиграть все три игры. Особенно против тех колод. Здесь же нет ТТК-магов, нет даже Джей Деруида какого-нибудь. Здесь все колоды, которые очень цепкие за стол, и у них есть технические карты против пиротвара. Есть таунты, есть аккуратные зачистки массовые и точечные. Поэтому вряд ли, вряд ли он, можно сказать, что пиротвар, несмотря на то, что он находится в тир-1 в ладерной мете, 100% выиграет этот лайнап. Ну вот еще две недели назад на Европейском чемпионате, как раз поддержу то, что ты говорил, у нас в Киевской таверне ребята, которые играли. Вот у одного из людей три раунда было 2-0 и 0-9 пиротвар. Представляешь? Три раунда 2-0. Просто ты ничего не можешь сделать. Тут точно такая же история. Галаки, хороший заход от оппонентов, и даже Голдфиш тебя не спасает. Ну вот, кстати, добрый день. Голдфиш. От Айка и плохая рука для Перпла. Да, тут только хорошая карта. Если ты уже такой матчап не выиграешь, то вряд ли ты сумеешь выиграть на пиротваре у лока. Глазастик. Окей, отменяем Голдфиш. Две игры Глазастик в руке. Но старт хороший. Здесь в любом случае старт хороший. Такс. Первый помощник инвзота на стол. Он думает, помощник или все-таки оружие. Ну, с оружием ты решаешься первых дропов. Ну, как минимум первого дропа в виде первого помощника НЗОТа. Да, поэтому стоит его поставить. Согласен. Бить ли лицо? Решает, что пока не бить. Ну, тут инженер новичок. Нет, нет. Талнос. Талнос. Или, например, против капитана Южных морей. Поэтому я в такой ситуации предпочитаю ставить инженера новичка, который, возможно, принесет мне божественную кару. И я смогу на третий с Талносом зачистить существо стройкой ХП. Вот, например, сейчас мне приходит божественная кара. Я ставлю Талнос и эту божественную кару в дерзкую налетчицу. То есть, ну да, понятное дело, что по правилам, если рука плохая, то вначале ставится дезратл, нежели предсмертный хрип. Но конкретно в таких ситуациях с престом, вот уже несколько раз у меня были похожие истории, поэтому я приучился ставить инженер новичка. 4-4 пошел в 3-3. Слизь 2-2 улетела в лицо. Ну, все плохо пока что, пёрплэн. Нужно сейчас топ-декать, наверное, ШВП, чтобы хоть как-то стабилизировать. Если что, то, что нас еще может устроить, гномозелина только на следующий ход. ШВП, да, ШВП ок. Сегодня ты заказываешь ШВД и ШВП, смотрю. Пойдет. Кверти у нас показывает, выигрывает. Денкер побеждает своего оппонента, Нордкуба. И Нордкуб 0-3 покидает турнир. Феном 1-2. Вначале инженер новичок. Цох. У пёрплэ есть и Аукинайка Цох. И при этом гномозелье. И гномозелье, да ладно. Это какая-то уникальная сборка. Да, я Аукинайка Цох и гномозелье плюс Слово Тьмы. Вот сейчас эти карты очень нужны. Очень нужны пёрплэ, иначе все будет плохо. Вот прямо сейчас. И прямо сейчас оно не зашло. Осознает пёрплэ, что все плохо. Не заход у приста, и он ничего не может сделать. Случай, для более, это, наверное, одна из самых последних карт, которые он хотел бы видеть сейчас в своей руке. Ну, пёрпл сам осознанно в свою колоду добросил очень много зачисток комбинационных. То есть у тебя и Аукинайка с Цохом работает, и гномозелье работает со Словом Тьмы Смерть. То есть без, ну, соответственно, без второй карты эти карты бесполезны. Поэтому многие отказываются. Да, поэтому многие отказываются от двух зачисток в подобном виде. Сайлентс. 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 Нет хил. Шесть кристаллов маны, но Акалита нужно ставить. А, нет, Тас Акалита умирает, да? В любом случае зелья среднего исцеления. Хил еще. Способности героя, но Акалита просто не хватает маны. Все, фейс, еще один апгрейд. Играем? Играем. Слизь ушла. Нет, хочет лучше новое оружие. Ну, тогда уже не подставляться под ОЕ. Смысла нет. Этот стол так стапит летал. Патчис. Он собирается, чтобы от кольца отыграть. Драгон Фаер Поушен. Драгон Фаер Поушен пока что немножко помогает. И ДК на следующий ход, который заберет дерзкую налетчицу и даст 5 дней здоровья. И смотри, тут Гидра. И Гидра заберет. Неужели это будет перехват инициативы? Смотри, два существа оставят. И ДК его сейчас за это накажет. Ой-ой-ой. Слушай, неужели Перпл вытащит эту партию? Обалдеть. Минус два существа, минус Гидра, минус дерзкая налетчица. Пропускаем ход. Плохой топ-д, который спокойно забирается через два выстрела. Но вот, может просто не хватить количества здоровья сейчас. Наверное, да, Велен, Велен, обилка забирает капитана. Хила нет. Хила нет. Таунтов тоже нет. Вопрос, кстати, есть ли тут обжора, поместился ли он еще. Да, есть. Есть и зелье, и обжора. Что тебе нужно? Тебе нужно сейчас казакуса ловить с броней. Наверное. На самом деле, просто обжору. Отдать все. Не, ну понятно, то есть помимо обжора. А, помимо обжора. Что еще устраивает казакус? Казакус устраивает. Еще. Ну разы только с этапа летал на следующий ход. Это слишком медленно. Снова силы щит. Нельзя использовать способность героя до этого. Если приходит обжора, то ты ставишь 4, 4 и 0. Вообще не будет играть слова силы щит? Он решил, что убьет так. Посчитал, что убивает в два хода. Велен 7, 31. Ему нужен элементаль по-любому. 24, 20, 16. Да, 105 летал. Даже так, да? Пока что без... Пока что без элементаля. Окей. Окей. За 105 летал. Найдет ли летал Айк? Нет. Ну вот она, мид-колода. Мид-колода пиротвара, которая сейчас больше нацелена как раз-таки на игру. Отстала. Соответственно, никаких там лероев тебе стопдеков или мортал страйков просто не придет. Да, дожать просто нечем. Поэтому мне кажется, что хоть какой-то должен быть маленький шанс. Сейчас надо положить хоть одну карту, которая позволяет выиграть без стола полностью. И при этом игрок начинает, твой оппонент начинает сам отыгрывать уже от возможности летал. А сейчас он точно знает, что нету такой возможности. Что может быть только жнец какой-нибудь, может быть там подобное. Факт. Гномозелье, способность героя. И конец игры. Конец. 2-2. И остается варлок. И... Я не знаю, как он будет проходить его. Очень сложно не набулиганить хотя бы одного каранда. Слушай, ну тут не заход. Для пиротвара явно сказать, что ему как-то не повезло, что там... Только глазастик был и все. У тебя была классная рука. Прист был всю игру позади. Присту там пришлось просто отдавать тебе стол, хилить себе фейс, чтобы не сдохнуть. И все. Дзеле драконьего огня. Восьмой ход. ДК, который убивает двух существ. Атака 5 и более. Да, потеря всего стола до прихода ДК. И ты проиграл. Ну и вот так. Вот так у нас проигрывает пиротвар. И похоже, что он все-таки рискует, по крайней мере, проиграть три игры. Посмотрим, будет ли это так. Посмотрим. Возможно, это последнее частое появление пиротваров на большом экране. Все, уже как-то там послезавтра. Да, ну я думаю, что это похоронит. Это похоронит. По крайней мере, в турнирах точно похоронит колоду. Вот последнего выступления. И пока что он выступает довольно-таки посредственно. Ну и не будет у нас даже какого-то, там, каких-то вариаций мидрэндж, там, темпа, вара, но это все. То есть там разве что как-то КВ будут играть. Ну и то. Это все равно ударит по КВ в том числе. Да, оружие. Слишком необходимая карта для ранней защиты. Крюстник и руки будут играть, наверное, теперь. Чтобы хоть как-то зачистить второй ход. Потому что других вариантов нет. Это несравниво. Ну, конечно. Поэтому поживем-увидим, будет ли как-то, возможно, разрабатываться новый концепт вара. Возможно, ребята что-то придумают. Будем ждать каких-то вариаций того же Фибоначчи. Но сейчас вар точно упадет в тире. Посмотрим, насколько далеко. Но пока что пиротвар, который должен играть неплохо в турнирной мете, который более-менее показывал себя еще одни прилимы назад, уже в Азии играл не так результативно. Ну а в Америке пока совсем беда. Ну вот, наверное, брали, смотрели, какие колоды можно законтрить. Можно эффективно законтрить. Потому что в Азии джедруида очень сложно подогнать колоды так, чтобы побеждать постоянно. А вот Фейсвар, он не такой популярный, но очень-очень частый гость в архетипах, в лайнапах колод игроков. И поэтому решили, ну, если нужно добавить там два краба, какой-нибудь таун дополнительный, чтобы контрить там четвертый-пятый популярности архетип в лайнапах своих оппонентов, почему бы и нет. Чего бы этого не сделать, да, Иван. Что у нас остается? У нас остается варлок против пиротвара. Посмотрим мы, с чего будет. Голдфиш из один и второй. Кто из них поймает идеальную руку, кто нет. Будет ли третий глазастик? Третий глазастик, ну это прям вообще будет жестоко для Айка. Насколько варлоку должно не зайти? И на самом деле варлок может проиграть просто, если не найдет АУЕ. Мне кажется, что самое важное ему найти будет именно краба. Краб выиграет пару ходов, после чего ты уже можешь выйти в адский пламень или на трезим, который будет подчищать стол. И он будет такой вынужденной целью для вара. Мы тоже, мы все красиво расписали у варлока, что шансов нет. Но есть у варлока большой минус. Отсутствие хила. Одна микстурщица. Одна микстурщица. Все, у тебя хила просто нет. Чем ты будешь хилиться? ДК потом когда-то на десятый ход. Там закрепления нету, кроме вытягивания души. Нет от хила. Это одна из таких. Там вот, по-моему, двоек нет. Давай на всякий случай проверим. Вот это очень важно. Есть ли двойки? Нет, нет. Нету, да? Вот это единственный способ. Вытягивание души и одна микстурщица. То есть в теории вар может сыграть в классический фейсрейс. Если тебе заходят каркронные пушки, там нет слизня, ты даже можешь проиграть стол, у тебя заберут галака. И ты просто будешь долбить в лицо. Есть такой шанс. Вообще безбожно. Поэтому посмотрим. Вполне возможно, что даже если Перплу придет микстурщица в начале, он не будет ее ставить при более-менее вариативной руке. И он ее будет оставлять потом на отхил. То есть не будет использоваться как темпа существа 2-2, а именно на отхил сыграет на второй, на третий. Как вариант. Будет пытаться поставить, опять же, находить демонов с провокацией на первый ход. Ну или этих же ползунов галака. То есть у тебя есть 4 таунта в эрлигейме, одна микстурщица и 2 ползуна галака. Тебе, по сути, нужно найти 6 карт. 6 карт. У него есть кто-то с силой заклинаний? Сила заклинаний, по-моему, одна двойка там есть. Так как она тоже очень хорошо помогает зачистке. Есть на четвертый ход. То есть можно играть даже не адское пламя. Да, и слизь. Можно играть не адское пламя, а именно ее. И сыграть исквернение ты можешь забирать вплоть до берсерков. Чтобы не играть адское пламя, так как ты от этого можешь сам отлететь. Есть такое дело. Ну посмотрим. Я вот как раз думаю, если заторнуть берсерков, то для Перотвара это одна из ключевых карт. Там есть стрела тьмы, но она только одна. В принципе, локу очень тяжело разбираться без стрелы тьмы с берсом. Его как бы и дефайл зачастую не затрагивает, то есть осквернение. Его и адское пламя не затрагивает. И в этом плане, да. Будет тяжко. Но в принципе, я думаю, что вару тут лучше открываться с монетой, нежели без. Чтобы можно было выставить тройки. Вот в таких миды контроль матчапах мне нравятся быстрые тройки со стороны Перотвара. Это дает тебе, ну как бы, больше преимущества. А может даже тут именно лучше и бить монету, чтобы была возможность законтрить оружием демонов или микстурщицу, если она все-таки будет поставлена. Если там будет хорошая рука у Перплей, он решит, что я потом все равно ее не смогу поставить. Лучше сбить темп с самого начала с помощью микстурщицы. Тогда оружие вполне может зайти с монетой лучше. Да, но вот даже на банальный четвертый ход монета Гидра, там до сифона еще ход. И это Гидра на 8, которая пройдет локу в лицо. Очень часто, кстати, у меня как раз на своей практике хендлока, очень часто именно Гидра и контрола. Очень часто как раз ответ, один ход без ответа на Гидру, например, если нету таунта, а на таунт можно поставить и разрушитель очар. И хоть раз Гидра пройдет лицо, это чаще всего означало для меня консид. Там, кстати, по-моему, два разрушителя очар даже. Нет, один. Один разрушитель очар. Ну и поехали от слов к делу. Мортал Койл, Вестник Рока, Тарк Риппер. Оставляем ли мы все? Я бы убирал Лик Тлена. Смотри, на второй ход Вестник Рока, на третий ход Смольной Страж. Тебе нужен четвертый ход. Мне не нравится Лик Тлена. Я Лик Тлена очень часто оставляю. Почему? Потому что у тебя есть чем ходить на второй и третий ход. Сбить темп явно получится. А дальше использовать Лик Тлена можно спокойно с осквердением, подгоняя статы существ так, чтобы можно было защитить стол. Ну и согласен с тобой, Purple. И тем более четвертый ход он ловит. Это хорошая рука. Да, это не ползуны Галака, но рука бодрая. Так, монета или апгрейд? Апгрейд играем. Понимаешь, если играть монету и играть пирата, и там придет ползун, сразу же можно завершать игру. Слушай, ну это вообще беда. Это беда. Вот и приходит ползун. Айка — это беда. Саласин с Вестником Рока. Здесь у тебя потом не будет возможности его выставить. Дальше ты будешь ставить свои существа и будешь играть так, чтобы не потерять стол до самого конца. Два апгрейда в лицо. Ну, наверное, придется играть сейчас апгрейд и бить лицо. Я другого варианта не вижу. А если ты получаешь слизня? Ну, ожидаемо хорошая рука против пиратвара у Лока. Смоленой Страж. Ой-ой-ой. Вот именно что. Ой-ой-ой. Тут даже не нужно лайфтапаться. Ты просто сидишь и ставишь картонки. Мне реально жалко Айка. Он опять ловит глаза стика в руку. Третья игра подряд. Третья игра подряд, да. Это совсем жестоко. Дерзко наречится. Удар им. Счет 2-0 был. Радостный Перпл. Осознан, что ему вот в действительности зашло. Вот куда уже лучше. Есть абсолютно все. Ну и при этом третий раз, конечно, патч из руках у оппонента. Ни разу патч из в этом противостоянии. Бестов 5 не вылетел. Из руки. Точнее, не из руки, а из колоды. Удар. Еще один ползун Галака. И я думаю, что лик тлена плюс провокация. Шесть. Давайте еще микстурщицу и закрепим результат. Уже ничего не боится. Начинает лайф тапаться. Хотя все есть, в принципе. Есть абсолютно все. Можно ничего и не доставать. Слушай, ну давай попробуем. Давай попробуем просто через рывки тупо выиграть. Вдруг удастся. Семь в лицо. Ну и поехали топить варлоку фейс. Да, стол за ним. Окей. Будем играть на то, что у лока нет отхила. Одна провокация есть. Есть стрела тьмы. Шесть в ответ в лицо. Я думаю, что горный великан будет все-таки. Чтобы убить в два хода. Можем убить в два хода? Да. Можем. Ну и Purple подумал, подумал. Тоже стоит горный великан. Размен с Каркроном в любом случае. Нельзя его оставлять. Конечно. Если бы был какой-то теоретический шанс убить, то это так бы заставило Каркрона самому разменяться. Но здесь таких вариантов нет. в колоде. Поэтому ты не спровоцируешь. Капитаны Южных морей. Плюс Берсерк. Плюс Матрос. Я думаю, что вообще все на стол. Но за исключением, безусловно, первого Можтика Анзота. И тройку урона в лицо. И три с оружием. Это год 12. Так, 12. Если ты играешь в Фанатика и Адское Пламя, закрываешься провокацией. У тебя остается 8 дней в здоровье, если там, предположим, Сайленс и Страйк. Этого мало. Да. Нет вообще комбинации, которая тебя убивает Лерой, а нет в этой колоде. Да. То есть ты ничего не боишься. Две карты не могут никак нанести 8 урона с оружием, у которого только третки. А было бы без провокаций, да, посмотрим на топ-дек. Айк три раза проигрывает на Пиротваре и результативность Пиротвара от Прелимов к Прелимам у нас падает. Все. Дальше и дальше. Слишком много технических карт используют у нас против Пиратов. Да. Ну и тут видно было, что Purple подготовился именно против Пиротваров. Ведь у него даже краб есть и в Мурладине. Он везде положил крабов, где только мог. Крабы сейчас играют во всех Мурладинах в Америке. Серьезно. Вот. И Purple не исключение. Хендлок с двумя крабами, а это не каждая сборка имеет сейчас. Розакус Прист почти все играют крабов, если не все. И он тоже есть у Purple. То есть он подготовился контрить пиротваров, но не только. И даже сам Айк. Вспомни, его Розакус Приста два слизня. Два слизня. То есть он тоже два слизня только для пиротваров. Ну других нет таких классов. На Медива и один хватит. Ну понятное дело. Медив не выйдет на первый ход. Тебе не нужно так много контрить оружие. Поэтому да, тут явно только против пиротваров был законтрен и Розакус Прист Айка. Ну и Purple в итоге 3-0 пока идет по турниру. Сыграно у нас уже почти все игры третьего раунда. Не буду, друзья, называть опять-таки результаты. Чтобы не спойлерить, у нас будет еще одно или два включения. Только скажу лишь игру, которую мы уже видели. Доктор Джеки Нинке, проигрывая даже 0-2 по ходу турнира, решил остаться, играть дальше и выиграл свою третью партию. И в теории по-моему даже это невозможно. Не может. Если в первом туре проиграл, это вообще нереально. Ну, разве что твои оппоненты тоже там наиграют исключительно в плюс. Не стоят результаты у нас лишь в играх, где Клей играет против The Last'a, где Carvind Hunt играет против Куанетта и Jazzem Jean играет против Монсанта. Вот только в этих парах не выставлены результаты. Все остальное уже результаты стоят. Кого-нибудь из них увидим. Как правило, да. Как правило, нам показывают тех, у кого результаты еще не стоят. И в очередной раз я думаю, что нам покажут лейнап Монсанта. Вот этот анти-Джейд друид лейнап, потому что во время азиатского чемпионата нам Дида Йони, у которого был похожий лейнап, показывали в середине три или четыре раза. Ну, посмотрим. Ведь тут уже могут показать не всю игру. Так что, может быть, какой-то кусочек как раз Монсанта и покажут. Ну, и Айк, человек, который только что проиграл, все равно остается с хорошим результатом. У него 2-1. Ну, а понятное дело, у его оппонента у Перпла все вообще шикарно. 3-0. Это классная заявка нам. То, чтобы пройти дальше. И нам показывают уже... КОНЕЦ КОНЕЦ